Как создаются шедевры уличного искусства, может узнать любой екатеринбуржец. В знаковом здании в центре города открылась выставка, на которой представлены фотографии с самыми яркими проектами стенографии, так полюбившейся Екатеринбургу и другим городам страны. В одной точке можно совершить путешествие по объектам за несколько минут и заодно попасть в закулисье фестиваля. Некоторые секреты мастеров выведал Роман Сумин. Подъем по лестнице как путешествие во времени. Каждый из восьми пролетов – это один год из жизни Екатеринбурга и один фестиваль уличного искусства «Стенография». На восьмиэтажной выставке десятки фотографий и арт-объектов, которые появились в уральской столице с 2010 года. Здесь представлены работы команд, которые начинали на стенографии в первые ее годы. И уже сейчас, спустя 8 лет, они стали очень известными. То есть это как бы хронология определенная, развитие. Их художников и фестиваля. Можно, наверное, сказать о том, что Екатеринбург в какой-то степени стал одной из точек притяжения стрит-арта, культуры и граффити-культуры в России. Необычную выставку об уральском стрит-арте саму создавали как арт-объект. Фотографии развешивали с помощью оборудования для промышленного альпинизма. Всего в экспозицию и кадр попали семь десятков шедевров уличного искусства. И каждый организатор любит так, будто сделали их своими руками. Ну вот, например, кадры с 2014 года, на котором московский художник Козик вручную по камню пишет свой тег. И, в общем-то, это, можно сказать, в смысле действительно настоящая граффити. О работах, которые знают во всем мире, здесь рассказывают с особым трепетом. Например, эта картина вот уже два года красуется на фасаде недостроенной гостиницы. Ради нее художники постоянно шли на риск. Ведь уговорить собственников на то, чтобы разрисовать скучный долгострой, было непросто. Согласовать нам его удалось. Долго не получалось, но удалось. Поверхность довольно сложная, она многоуровневая. И сама по себе напоминает «Ласточки на гнездо», как, собственно, называется работа. С подъемников, с автовышек рисовал у нас художник. Вот три или четыре ласточки, которые нарисованы до сих пор живы. А этот пейзаж еще не попал в футалетопись местной стенографии. Ведь он даже не закончен. Художник Сергей Акамов продолжает сеять доброе на безликой бетонной стене. По замыслу листва удачно вписывается в картину окружающего мира. Такая работа может запросто стать новым произведением уличного искусства. Ведь она не столько приукрашивает, сколько закрашивает серость стены. У меня возникла такая идея, учитывая то, что эта плита находится в заросле, в листве, взять текстуру соседнего дерева и увеличенную ее нарисовать на этой плите. Тем самым добиться эффекта, чтобы эта плита пропала из вида. Тем самым скрыть ее, замаскировав в растительности. Возможно, этот арт-объект попадет на выставку уже в следующем году. На новый, девятый этаж. Ну а то, что уже создано за годы стенографии, можно увидеть на Ленина 41. Вход свободный. Роман Сумин, Диана Козлова, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Роман Сумин, Диана Козлова, Алексей Богданов.